Здравствуйте! В эфире итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков и давайте вместе обсудим, чем запомнится уходящая неделя. Вот несколько главных тем. Краевой бюджет еще успеет вырасти до конца года, на что направят дополнительные деньги. Три города Кевминвод свяжет большой велотеринкур и новогодние елки в этом декабре, возможно, пройдут в необычном формате. Это если совсем кратко. Ну а теперь полный анонс выпуска. Больше кое-какислородной установки. Как краевые медики справляются с пандемией? Ожидание новоселья больше года. Когда покупатели квартир в Савропольской многоэтажке смогут въехать в собственное жилье. Играть нельзя. Снести. Кому помешали детские площадки в одном из микрорайонов Михайловска? Разбираемся в играх, которые зацели взрослые. На глубине и почти на ощупь погружаемся в работу ставропольских водолазов. Итак, мы начинаем. В следующем году на Ставрополье преобразятся 16 общественных пространств. Работы пройдут в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Как он исполняется в регионе, обсудили на рабочем совещании. Его провел губернатор Владимир Владимиров. Сейчас завершают ремонтировать 31 объект, но общую сумму больше полутора миллиардов рублей. В следующем году выделят еще 790 миллионов. Большая часть придет из федерального бюджета. Владимиров поручил проводить работы быстро, качественно и без задержек. В частности, все конкурсные процедуры надо провести до 1 декабря, чтобы приступить к строительству или реконструкции как можно раньше. Ну а краевой бюджет 2020-го вырастет до конца года. Изменения в главном финансовом документе Ставрополья обсудили в региональном правительстве. Губернатор Владимиров провел внеочередное совещание Кабмина, связанное с дополнительным федеральным финансированием. Москва направила на Ставрополье почти 11 миллиардов рублей для преодоления последствий пандемии коронавируса. Еще больше миллиарда – это дополнительные налоговые и неналоговые поступления. Эти деньги направят на закупку медоборудования и лекарств, зарплаты врачам и социальные выплаты. Это средства, которые получают уже наши граждане, жители Ставропольского края, в виде пособия увеличенного размера, пособия по безработице, в виде пособия социального на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Это выплаты нашим медицинским работникам, которые они получают увеличенные за работу в условиях, отличающихся от нормальных, в условиях распространения коронавирусной инфекции. Также часть денег пойдет на реализацию нацпроектов и программ благоустройства. Кстати, самостоятельно решать, на что тратить бюджетные средства, Ставропольцы смогут совсем скоро. Уже в декабре краевые парламентарии должны принять закон о народном бюджетировании. Соответствующую норму в июле утвердили на федеральном уровне. Теперь регионы решают, как это будет работать на местах. По плану, жители Ставрополья вместе с властями будут утверждать, куда направить деньги налогоплательщиков. Кстати, позитивный опыт уже есть. За годы работы краевой губернаторской программы поддержки местных инициатив завершили больше тысячи проектов по строительству и ремонту уличной инфраструктуры. Обновление ждет и Кавминводы. В трех городах, Железноводске, Лермонтове и Минеральных водах планируется масштабный проект реконструкции курортной инфраструктуры. Он должен возродить существовавшие ранее на горе Биштау велосипедные трассы. Так что между тремя населенными пунктами можно будет свободно перемещаться на двух колесах. Общая длина маршрута 75 километров. Что изменится с воссозданием такого теренкура и что думает по этому поводу сами жители? Расскажет Леонид Нечапуренко. Железноводск. Небольшой и уютный курортный город, где нет крупных торговых центров и развлекательных комплексов. Главный актив – санаторий. Главное богатство – туристы. А теперь, возможно, и велосипедисты. Проект обустройства велотеренкура явно привлечет сюда людей, которые любят крутить педали. Тем более аналогов ему нет во всей Европе. Этот новый спортивный туристический объект даст возможность не только отдыхать, не только нашим детям нам с вами кататься, но и тренироваться спортсменам. Потому что ни в одной стране мира нет трассы 75 километров, которая пересекается с дорогами общего пользования всего в трех местах. Это означает, что каждый из вас может ездить и не бояться, что он будет избит машиной. Это крайне важно. Конечно, главный вопрос, который волновал участников общественных слушаний – нет ли опасности, что работы навредят экологическому балансу. Министр природных ресурсов региона дал на это ответ. Я хотел бы подтвердить, что вот те существующие дороги еще прошлого века, которые там есть, они не входят в родоохранные зоны. Этот проект не мог бы существовать, если бы он нарушал хотя бы одну норму родоохранного законодательства. Хотя бы одну норму. Лермонтов – город исторически промышленный, а не курортный. И вот сейчас есть шанс, что и сюда приедут туристы. Причем приедут на двух колесах. Я считаю, что строительство такого туристического объекта позволит нам в первую очередь навести порядок на горе Бештау. Второе – это привлечь сюда туристов. Дать какое-то новое экономическое дыхание городу. Впрочем, горожане в своих выступлениях отметили, что и сами с удовольствием катались бы по новому Теренкуру. У меня трое детей. Старший совсем скоро исполнится 10 лет, 5 лет, и младшему исполнилось 2 года. И к тому времени, как вилла Теренкур будет готов, старший подрастет, и мы все вместе, всей семьей сможем уже спокойно кататься. Тот проект, который сейчас рассматривался, он наоборот оградит гору от въезда. То есть будут запрещены въезд любому неэкологическому транспорту. Это значительно решит проблему, так как мы волонтеры, мы видим тот мусор, который там есть. Минеральные воды всегда развивались как транспортный узел – авиационный, железнодорожный, автомобильный. А в ближайшем будущем, весьма вероятно, еще и велосипедный. По крайней мере, жители оценили перспективы создания экологических велотроп. Для животного мира это никакого отношения вреда не принесет, потому что в основном все, кто копытный у нас находится на территории, они не отдыхают, а кормятся в ночное и темное время суток. Поэтому в дневное время, если будет народ находиться, ничего страшного. Будет развитие, народу будет где проводить время, также будет велотеренкур. Соответственно, это здоровый образ жизни. Во всех трех городах участники общественных слушаний решили поддержать масштабный проект. Из федерального бюджета на его реализацию намерены выделить почти 3 миллиарда рублей. Работы должны начаться в 2021 году и закончатся в 2022. А контролировать процесс станет экологический совет. В его состав войдут общественные активисты, юристы, специалисты по туризму и охране природы. Из точки А в точку Б выехал велосипедист. Звучит как начало математической задачи, но появление на КМВА велотеренкуры – это задача и экономическая, и туристическая, и социальная. Жители трех городов высказали свое мнение. Они сказали, да, масштабные реконструкции курортной инфраструктуры. А значит, настало время хорошенько нажать на педали. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Другим темам. На Ставрополье могут ограничить работу ночных баров и ресторанов. Меры по предотвращению распространения коронавируса обсудили на заседании Краевого координационного совета по борьбе с инфекцией. Его провел губернатор Владимир Владимиров по видеоконференц-связи. Глава региона поручил Кабмину проработать механизмы для возможной приостановки деятельности предприятия общепита с 23 часов до 6 утра. Кроме того, в часы пик снизят нагрузку на общественный транспорт. Для этого Краевой Миндор рассмотрит возможности изменения режима работы. Это сократит риски заражения во время поездок. Также Владимиров поручил муниципалитетам провести эпидрасследования, которые помогут установить очаги и составить цепочки заражения коронавирусом. Когда я читаю ваши доклады, везде внутрисемейные очаги. На внутрисемейные очаги путем закрытия бизнеса и ограничительных мероприятий мы не под ними воздействуем никак. Пожалуйста, мне вот эти эпидрасследования, которые сегодня ведутся, хотя бы в том объеме, в котором вы делаете индикативно, я хочу понимать, что происходит. К слову, эпид-обстановка может повлиять и на проведение новогодних елок. Этот вопрос уже сейчас волнует многих ставропольцев. С ним жители края обратились к губернатору. Ответ глава региона дал в своем инстаграме. Владимиров отметил, что определенности в этом вопросе пока нет, поскольку в крае до сих пор сохраняется угроза коронавируса. Вопрос о том, проводить праздничные мероприятия с подарками и представлениями или нет, решат в декабре. Естественно, при принятии решения будут учитывать эпид-ситуацию и рекомендации Роспотребнадзора. Ну а ставропольские медики тем временем ежедневно должны реагировать на новые вызовы. Сотрудники лаборатории освоили передовые методы тестирования. В больницах оборудуют все больше специальных кислородных коек. Бригады скорых меняют графики, чтобы эффективно помогать пациентам с любыми болезнями. Леонид Начапуренко пообщался с теми, кто регулярно работает в красной зоне. Смена еще не началась, а право на ошибку. Уже отсутствует. Защитный костюм перед входом в красную зону следует надевать тщательно, чтобы не оставалось никаких открытых участков тела. Эта лаборатория находится в краевом туб-диспансере. И 10 лет с момента открытия занималась исследованиями анализов на туберкулез. Весной с распространением коронавируса пришлось сменить профиль. Теперь здесь проводят ПЦР-тесты на инфекцию. За сутки успевают проверить несколько сотен образцов. Результатов ждут пациенты четырех территорий. Чтобы вовремя дать ответ, подтверждается ли заражение, сотрудники работают в четыре смены. Стараемся практически всегда отрабатывать до нуля. Выдаем результаты отрицательные в этот же день, а сомнительные на следующий день. Подтверждается или не подтверждается. Потому что очень важно побыстрее получить результаты. От этого зависит тактика ведения больного, диагностика и так далее. Своя красная зона есть теперь на Ставропольской станции скорой помощи. Для вызовов к жителям с подозрением на инфекцию сформированы отдельные бригады. Они не пересекаются с остальными сотрудниками и соблюдают все необходимые меры предосторожности. Часто один выезд занимает несколько часов, особенно если нужно сделать рентген или оформить госпитализацию. Поэтому, чтобы успевать на вызовы вовремя, иногда приходится привлекать дополнительные рабочие силы. В Шпаковской районной больнице в 2020-м перемены происходят без раскачки. Недавно, впервые за 30 лет, здесь отремонтировали корпус инфекционного отделения. Койкам организовали подачу кислорода. Эта система медицинских аппаратов не что иное, как своеобразный кислородопровод. Она улавливает воздух из окружающей среды, насыщает его кислородом и затем отправляет по трубам к специально оборудованным койкам для больных коронавирусом. В Михайловской больнице сейчас 25 таких койков. В ближайшее время должны появиться еще 75. На днях ожидают еще одну партию кислородных концентраторов и несколько новых аппаратов ИВЛ. Изменилась и система работы. С недавних пор здесь принимают пациентов не только из Шпаковского района. Была переведена травматологическая служба 2-й городской больницы на базу нашей районной больницы. Организовано 30 коек помощи травматологическим пациентам. Сейчас мы осуществляем прием как пациентов нашего района, так и пациентов города Ставрополя. На помощь медикам пришли волонтеры. Это будущие врачи и даже студенты других немедицинских специальностей. Понятно, что в красную зону без специальной подготовки им нельзя. Но есть и другие способы разгрузить штатных сотрудников. Александра, например, учится в строительном техникуме, а после лекции и семинаров на удаленке приходит в регистратуру. Помогает заполнять медицинские карты и оформлять другие документы. Вот сейчас дистанционное обучение, если честно, не совсем успеваю, но по возможности стараюсь. Раз в четыре в неделю прихожу. На врачи загружены, это очень заметно, и помощь, конечно же, нужна. Важно, что облегчить работу медиков под силу каждому. Для этого достаточно помнить о профилактике и не нарушать масочный режим. Леонид Нечапуренко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Другим темам. Играть нельзя, снести. Недетские страсти разгорелись вокруг детских площадок в Михайловске. Там почему-то решили, что горкам и качелям в густонаселенном районе города не место. Джамиля Ибрагимова разбиралась в играх, затеянных взрослыми. Ну что, поехали? Поехали! Артема и Андрея можно назвать завсегдатаями этих горок и качелей. Здесь, считай, выросли. Тем грустнее осознавать, что скоро каруселей может не стать. Тревожная новость заставила парней рассуждать совсем по-взрослому. На них играют дети маленькие. На них можно отдохнуть, поиграть. Я не хочу, чтобы их ломали. Я тем более на этих площадках делаю трюки всякие. Ну, если площадки у нас заберут, тогда просто будет плохо. Потому что, если новые поколения детей пойдут, тогда где этим детям развлекаться. Чувства детей понятны. Несколько дней назад в микрорайон наведались рабочие с болгарками и начали срезать горки с качелями. До этих еще не дошли, но это только пока. Какой должна быть идеальная детская площадка? Качели, скамейки или горки? Жители этого микрорайона Михайловский точно знают. Идеальная площадка тогда, когда она есть. Еще весной здесь играли дети, звенел смех, а теперь просто пустырь. И такое происходит в густонаселенном районе города, где в каждой семье по несколько детей. У Анастасии, к примеру, их трое. Три года назад они все вместе решились на переезд. Карусели прямо под боком стали одной из причин, почему выбрали именно этот район. Поэтому сегодня за горки семья решила встать горой. Данная ситуация нас не устраивает, так как в семье присутствуют дети, и мы не можем на это смотреть закрытыми глазами. Хотим разобраться, закономерно ли убирают детские площадки, ставят заборы, лишают детей счастливого детства. Родители, дети и даже бабушки с дедушками приводят весомые аргументы против сноса детских площадок. У каждого есть дети, внуки есть. Вот у меня мучка просыпается и говорит, бабушка, я хочу на площадку пойти. А у нас уже на трех улицах нету, они убрали. И с той стороны, говорят, демонтаж уже начали. Мы вот пожилого возраста, я говорю, хочется выйти посидеть просто на лавочке, я говорю, отдохнуть, я говорю. А тут, я говорю, вообще, кислород перекрывает. Как выяснилось, изначально застройщик установил эти детские площадки на временной основе. И, как оказалось потом, еще и с нарушениями. Качели стоят вплотную к жилым домам. Поэтому власти Михайловска потребовали застройщика исправить это. Детские площадки данного микрорайона были установлены с нарушением норм и правил размещения площадок. В соответствии с решением думы города Михайловска предъявляются некие требования к размещению детского игрового оборудования и детских площадок. Границы от жилых окон до игровой площадки должно составлять не менее 10 метров. В качестве альтернативы детям предлагают играть на каруселях, расположенных на аллее ласточек. Построят ли что-то поближе, пока неизвестно. Но у несогласных с таким решением жителей уже готов ответный план действий. Обязательно будет у нас иск в суд, в прокуратуру. Я думаю, каждый подпишет. Согласны? Конечно, согласны. Да, вот мы будем дальше бороться. И тут напрашивается вопрос, а с какой целью эти площадки ставили изначально? Теперь отбирают то, что людям так нравилось в этом районе. Мы будем следить за этой ситуацией. Но тем временем Ставрополь продолжает оправдывать статус зеленого города. До конца года в краевой столице высадят более двух тысяч деревьев. Уже в ноябре более тысячи саженцев появятся на центральных городских улицах. Высаживать планируют липы, клены, березы, рябины и ели. Оставшуюся тысячу посадят в лесных массивах. Теперь важно. Если вы хотите, чтобы молодые деревца росли и в вашем дворе, нужно просто подать заявку в районную администрацию. Территорию добавят в план озеленения в 2021 году. Это была только первая часть нашего выпуска. Далее еще много интересного. Вот о чем расскажем. Ожидание новоселья больше года, когда покупатели квартир в Ставропольской многоэтажке смогут въехать в собственное жилье. На глубине и почти на ощупь погружаемся в работу ставропольских водолазов. И в сухопутном Ставрополе о далеком море, где посмотреть на фрегаты, крейсеры и линкоры, расскажем далее. Мы продолжаем. Промышленность Ставрополья с начала года отправила на экспорт товаров на 400 миллионов долларов. Работу краевой индустрии Владимир Владимиров обсудил с профильным региональным министром Виталием Шульженко во время рабочей встречи. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» развиваются два технопарка. На одном работают больше полусотни резидентов и 600 человек, а второй должен принять первых промышленных постояльцев уже в следующем году. Полный список будущих индустриальных арендаторов сформирован, поэтому идет работа над созданием третьей такой площадки в Ставрополе. Нам нужно на Ставрополь авто обратить внимание. Площади простаивают. Мы уже выходили с предложением о том, чтобы вовлечь его в наш региональный индустриальный парк. Я думаю, надо опять возобновить эти переговоры, соответственно, с Банком России о передаче нам в управление. На Ставрополь авто, по сути, одно здание, которое непосредственно по выпуску производства автомобилей есть, в котором тоже мы разговариваем с потенциальными инвесторами, возможность зайти на них. А остальные прилегающие постройки, в принципе, можно легко использовать под индустриальный парк размещения резидентов. Отрабатываем и мы усилим работу. И еще одна тема развития зеленой энергетики. На полную мощность вышла первая в крае солнечная электростанция в Старомаревке. Она поставляет электричество на оптовый российский рынок. А в Кочубеевском районе собрали больше полусотни ветровых установок. До конца года 30 из них начнут работать. Кроме того, уже разрабатывают проекты по строительству ветроэлектростанции в Новоалександровском, Ипатовском, Петровском округах и Труновском районе. Ну а теперь от энергетики к сельскому хозяйству перейдем. Счастливые, сытые козы равно вкусное молоко и сыр. Такой формуле верно следует на ферме в Буденовском районе. Хозяйство вот уже несколько лет всю продукцию производит только из козьего молока. Результаты не только вкусные, но и прибыльные. Их оценила Джамиля Ибрагимова. Эти козочки хоть и живут во время пандемии, но с требованиями социального дистанцирования незнакомы. Что поделать, существа стадные. Если гулять, то только так, вместе, всем батальоном. Ну а во время обеда толкучки и вовсе не избежать. Эти животные любят поесть. На ферме их аппетит поощряют, ведь от этого напрямую зависит, сколько молока и какого качества они дадут. Поэтому кормят их щедро, вкусно, с изысками. Однако в этом году грянула небывалая засуха. Фермерам пришлось изощриться, чтобы рацион козочек из-за этого не пострадал. В истории нашего хозяйства сегодня мы переживаем, наверное, самый тяжелый момент. Как раз здесь с засухой, с нехваткой кормов. А самое главное – нехваткой сены. Потому что половина рациона – это, естественно, сено. Привозим с соседних регионов травяные гранулы, сено. То есть покупаем, покупаем, покупаем. Козьему молочку, которое не потеряло ни в качестве, ни в количестве путь в эту комнату. Специалист в белом халате берет его в работу и начинается колдовство. Включаем по стерилизации и наш сыр варится. Сегодня хозяйство гордится своими результатами. Здесь производят около 20 тонн твердого сыра в год. Для такого предприятия это объем солидный. А главное, что продукция не залеживается на полках и моментально разлетается по магазинам. Виталий, руководитель хозяйства, помнит, что в самом начале пути было все совсем по-другому. Начало наше было давно. Начинали мы просто разводить животных и получать от них сырое молоко. Но пришло время к тому, чтобы молоко надо было перерабатывать. И в 2012 году поучаствовали в программе отмельсельхоза и Минэка. И получили первый грант. Дальше все было стремительно. Закупили оборудование, пришли обучение и заработали. Дело пошло успешно. Не так давно фермер получил очередной грант и направил деньги на то, чтобы сделать результаты еще более совершенными. Вот как раз мы стоим в новом корпусе, который был построен отчасти на эти деньги. Приобрели новое оборудование, большую сыроварню, которая относится к классу выше, чем у нас была. Можем производить теперь в два раза больше сыра. Но главное, что за несколько лет удалось сделать почти невозможное. Получить имя и стать узнаваемыми на рынке. В этом плане важную помощь предпринимателям оказало Краевое министерство экономического развития. По линии Минэка нас не забывают специалисты. Всегда приглашают на выставки, ярмарки. То есть осуществляется финансирование до 90%. Такие выставки нам помогают остаться на рынке и быть публичными, чтобы нас все знали. Поддержка бизнесменам оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Найти ответы на любые вопросы, которые касаются мер поддержки, вы можете на сайте мойбизнес.рф. Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Другим темам. Новый год в новом жилье. Мечтали встретить покупатели квартир в Ставропольском жилом комплексе на проезде Надеждинском. Но новоселье пришлось перенести на неопределенный срок. Здание до сих пор недостроено и активные работы на объекте почти не ведутся. Как исправить эту ситуацию и сколько еще ждать, обсудили на специальном выездном совещании прямо под окнами проблемного дома. Когда они начнут светиться, попытался выяснить Леонид Нечапуренко. Он у нас на этой неделе мастер на все руки. Уже год как могли жить на седьмом этаже в этой квартире. У детей бы были свои комнаты. А что мы сейчас можем? Только пройтись вокруг и посмотреть то, что строительство данного объекта не ведется. Дмитрий Коптяев может лишь издалека смотреть на окна, которые давно должны были светиться. На стройплощадку не попасть и не похоже, что за оградой идет бурная работа. Дмитрий стал дольщиком два года назад, оформил сделку с рождением второго сына. Малыш уже подрос, а вот здание остановилось в росте. Приходится семье по-прежнему тесниться в однокомнатной квартире. Это очень тяжело. У детей нет своего угла. Они постоянно с нами. Вечно разбросаны игрушки по дому, которые никуда нельзя деть. Причем младшему уже дали место в детском саду, как мы планировали, что будем жить здесь. Вот, ниже спуститься в детский сад. Мы место дали, но не ходим, потому что неудобства. Работы завершились примерно на 70% и, по сути, остановились. У застройщика не хватило средств, чтобы их продолжить. Люди боятся. Если так пойдет и дальше, состояние конструкции только ухудшится. Объект будет рушиться, потому что все лето он простоял, крыши на нем нет. Его оштукатурили, замазав глаза до восьмого этажа включительно. Соответственно, сейчас начнутся дожди. Вся та штукатурка, которая была сделана, она посыпется. Это просто бесполезная работа была сделана. Здесь поставим шкаф. Тут, допустим, будет кровать. А вот здесь, наверное, тумбочка. Покупатели 80-ти квартир в Ставропольском многоэтажке давно начали строить планы по переезду. Но эти планы пришлось отодвинуть. Сейчас уже на год. И сколько еще придется ждать в данный момент, сказать точно невозможно. Чтобы внести хоть какую-то ясность, дольщиков пригласили на выездное совещание прямо у стен проблемной многоэтажки. Приехали представители краевого минстроя, городской администрации, прокуратуры. Явился и застройщик. Он показал себя оптимистом, сообщил, что активно ищет инвесторов и, может, вот-вот найдет. И уж тогда работы закончатся быстро. Пока сроков сейчас не можем. Есть у нас приоритетные виды работ. Так как мы в зиму уходим, это фасадные работы и кровельные. Сейчас подрядчиков привлекаем именно к этой работе, чтобы полностью закрыть периметр. Вся остальная работа у нас – это наружные сети. И немного осталось стяжкой штукатурки внутри. Впрочем, в правительстве региона такие аргументы сочли неубедительными. Приступили к активным действиям, чтобы помочь людям. Власти будут добиваться банкротства строительной компании. В суд уже направили соответствующий иск. Застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности в части нарушения законодательства о долевом строительстве. В связи с чем министерство обратилось заявление о приостановлении деятельности, связанной с привлечением средств участников долевого строительства. Поскольку процедура по делам банкротства застройщиков достаточно серьезно сокращена по срокам, я думаю, что в ближайшее время суд примет соответствующее решение. После этого должен быть назначен конкурсный управляющий. Затем выделят деньги на завершение строительства. Случится это, скорее всего, в середине следующего года. А на начало 2022-го возможно планировать новоселье. Дольщикам придется запастись терпением. Хотя многие взяли ипотеку и ежемесячно выплачивают взносы за недостроенное жилье. Но есть и хорошие новости. Этот жилой комплекс один из последних в регионе, что начинали строить еще по старым правилам. Без специальных экскроу-счетов для защиты дольщиков. А это значит, в будущем таких ситуаций получится избежать. Леонид Нечапуренко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Да, в раз оказаться без денег и без жилья приятного мало. Словно ледяной водой окатили. Кстати, вот и наша следующая съемка, казалось бы, не вызывает воодушевления. Но это только на первый взгляд. Раннее утро. Туман, холодная вода и отважные водолазы, готовые к погружению в самые мутные глубины. В Ставрополе завершилась ежегодная аттестация водных спасателей. На ней проверяли профессиональные навыки и знания. А еще стойкость к холоду моей коллеги Виктории Шкальной. Температура воздуха плюс четыре. Видимость на глубине всего 30 сантиметров. В воде условный утопающий. Задача – достать его как можно скорее. Здесь важна как коллективная работа, так и каждого члена группы по отдельности. Таким образом проходит ежегодная аттестация ставропольских спасателей-водолазов. Задачи очень сложные, учитывая список водоемов Ставропольского края. Видимость под водой у нас 30-40 сантиметров. А если глубина 3-4-5-10 метров, там ее вообще практически нет. Поэтому наши водолазы, в отличие от дайверов, работы на море, они работают на ощупь. И очень четко нужно определять их и навести на это место с помощью определенных сигналов. Сигналы главному водолазу подает специальный человек, обеспечивающий водолаз. Его задача – следить за самочувствием ныряющего и подавать ему команды через специальную веревку – сигнальный конец. Так человек на суше в прямом смысле слова управляет спасателем, который работает практически вслепую. Водолаз на грунте чувствует себя хорошо. Есть, принял. Дать водолазу команду идти прямо. Даю команду идти прямо. Каждая из спасательных группы выполняет свою работу, потому что у водолазов есть рабочий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий водолаз и непосредственно участник водолазных спусков. Я являюсь страхующим водолазом. Водолаз, который идет, если с первым водолазом что-то либо случается. Во время экзамена расслабляться нельзя. Вода не прощает ошибок. Именно поэтому важно проверить работу всей команды. Спасатель – работа тяжелая в прямом смысле слова. Во время заплыва на водолазе около 40 килограмм. Это вес самого костюма, баллоны и утяжелительные элементы, пояс и ботинки, которые весят в районе 9 килограмм. Помимо практики на воде – теоретический экзамен. Проверяют умение оказывать первую помощь и знание функциональных обязанностей. А дальше – построение и оглашение оценок. Кстати, у всех пятерки. Ежегодная аттестация прошла успешно. Следующий экзамен ждет водолазов уже через год. А пока – работа, полная ответственности и рисков. Виктория Шкальная, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Вот еще одна водная тема. В Ставрополе открылась выставка кораблей и подводных лодок. Правда, разместились они все на суше и по размеру не превышают даже спасательный круг. Почему эти судна такие маленькие и где их можно увидеть, расскажет Ярослав Лапин. Что тебе снится маленький крейсер «Аврора»? Наверное, то же самое, только в 200 раз меньше. А в Ставропольском доме народного творчества не спит, а активно работает выставка судомодельного спорта «Корабли-герои». Хоть на Ставрополе и нет судостроительных заводов, ясно одно – корабль наши земляки построить сумеют. Это демонстрирует великолепные работы из дерева, металла, пластика и бумаги, которые на выставке представили умельцы из разных уголков края. Каждый из мастеров вдохновлялся тем, что ему было ближе. Кто-то восхищается скрытностью и опасностью подводных лодок, а кто-то – величием старинного деревянного корабля. Отличается, конечно, и подход к делу. Выставка представляет вниманию зрителя корабли самых разных размеров и масштабов, как, например, вот этот линкор, на создание которого у кисловодского мастера ушло порядка 10 лет. А есть совсем маленький корабль в бутылке, который при желании можно сделать всего за сутки. Некоторые модели кораблей могут действительно плавать. Часть экспонатов оборудованы электрическими силовыми установками. С помощью пульта управления судно можно пустить в плавание, скажем, по небольшому озеру. Статичные же модели хрупкие, но зато поражают своей точной детализацией. Приглашали все желающие участники со всеми различными классовыми моделями. Судомоделизм делится на стендовый моделизм, модели для выставок, конкурсов и спортивный, судомодельный спорт, так называемый. Там спортивная модель, и в том и другом разделе есть своя классификация моделей. Александр Куликов и сам преподавал судомоделирование. Среди экспонатов можно найти его маленький миноносец. В жизни автор его никогда не видел, но это не помешало создать копию, опираясь лишь на чертежи и редкие фотографии. Здесь я представил свою, можно сказать так, древнюю модель с прошлого века, модель итальянского миноносца. Еще к концу 19 века строились такие корабли, это небольшие корабли, первые прототипы современных торпедных катеров. Строились английской фирмой Торник Рофт. По заказам Италии и даже России поставлял заказы для этой фирмы, строились миноносцы для российского флота. Победители конкурса отберут в семи номинациях. А до объявления авторов лучших работ всем гостям и жителям края можно прийти и посмотреть на Ставропольский миниатюрный флот. Выставка будет работать до 27 ноября. Ярослав Лапин и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Что ж, авторы этих моделей все уже победители. По крайней мере в конкурсе на усидчивость и терпение. Думаю, это отличный повод пойти на выставку всей семьей. Чем не план на выходные. И вот, кстати, родители часто сталкиваются на первый взгляд с неразрешимой проблемой. Куда одеть ребенка, если нужно уйти, например, на работу. Бабушки и дедушки далеко, знакомые заняты. Алексей Кравченко эта тема очень знакома. Он подготовил сюжет-инструкцию. Многим знакома ситуация, когда ребенок, к сожалению, заболел. В садик его не поведешь. И так получилось, что появились срочные обязательные дела. И оставить ребенка буквально не с кем. С этой ситуацией столкнулся и я. Сам с самыми днями на работе. Мама, несмотря на то, что работает на удаленке, все время посвящает ребенку. Ей тоже иногда приходится выходить в режим офлайн. Как это произошло сегодня. Что же делать в такой ситуации? Первое, о ком подумает каждый, это няня. Пойдем встречать. И хоть интернет кишит частными объявлениями о найме нянь, не каждая мама и папа доверяют своего ребенка чужим людям. Надежного специалиста часто ищут через знакомых, что не всегда удобно. Однако профессиональную няню можно найти в специализированной службе. Такие есть и в Ставрополе. Сотрудников туда отбирают тщательно. Многоэтапное собеседование, дополнительное обучение у педагогов, психологов и педиатров. В общей сложности кандидат в няне тратит около месяца, чтобы попасть в штат. Давай, кушай. Смотри, какие классные макароны. Ты хочешь помидор? Если родители приобретают абонемент, то за ними закрепляют минимум двух нянь. Мы работаем вообще на любой территории, на территории клиента. То есть мама не обязательно может заявку сделать домой. Нет. Она может взять няню в поликлинику. Вот часто бывает, да, маме нужно в помощь, да. Может пригласить няню просто погулять с коляской, да, дома какие-то дела спокойно поделать. В ресторан, я не знаю, там фитнес-клуб. У нас много мам ходят. Когда малыши, то есть до трех лет в детскую комнату без сопровождающих не пускают. Соответственно, выход пригласить нашу няню. Еще один вариант – спортивные секции. В большинстве из них принимают малышей от четырех лет. А еще есть спортивные клубы, где можно заниматься прямо с детьми. Если хочется оставаться всегда в хорошей форме, а на время занятий ребенка не с кем оставить. Самое удивительное в таких тренировках, что малыши катаются у мамы на руках и используются как утяжелители. Дети постарше повторяют упражнения наравне со взрослыми. У нас девушки, мы приглашаем девушек с детьми от четырех месяцев. Это обусловлено несколькими моментами. Во-первых, ребеночек уже может более-менее быть самостоятельным, держать головку, поползать, ну, кто пытается ползать, да, перевернуться и рассматривать мир. Во-вторых, мама, она уже немножко восстановилась после родов, после беременности, и уже можно ей заниматься. Еще один прекрасный вариант для занятых родителей – продленка для дошколят и младшеклассников, где дети смогут выучить уроки, отдохнуть и поиграть. Ну вот я и добрался, наконец-то, до рабочего места. Дома созвонился, все хорошо, жена уже сменила нянечку, та справилась на ура. Ну, а с вами был Алексей Кравченко, моя семья и, конечно же, оператор Олег Байкулов с Тавропольской телевидения. А еще на этой неделе в край пришла настоящая поздняя осень с заморозками. И во всей стране встречают зимующих птиц. В Синичкин день, есть такой, люди издавна мастерят кормушки и скворечники, чтобы помочь пернатым пережить холода. Как сделать все это за пять минут, Ярослав Лапин научит. На днях мы все почувствовали дыхание приближающейся зимы. В край пришли первые заморозки. Сейчас ставропольцы активно утепляются, устраивают зимнюю прокачку транспорта и еще и успевают помогать пернатым. У Анны подход практичный. Пустая бутылка отправляется не в урну, а становится полезной вещицей. Будем изготавливать кормушку из бутылки. Для этого нам нужна обычная бутылка пластиковая, нужно вырезать отверстие, куда будут садиться птички, кушать корм. Ну и любая веревка привязать горлышку и повесить, чтобы было удобно. И увлекательный досуг и доброе дело одновременно. Для любящей природы Анны это мероприятие стало уже ежегодным. Каждую осень у меня есть традиция выезжать в парк, делать кормушки, чтобы помочь пернатым друзьям прожить осень и зиму. Ну и в борьбе с экологией можно использовать пластиковые бутылки, чтобы дать им вторую жизнь. Зимовать на Ставрополе остаются синицы, воробьи, голуби и вороны. Этим птицам не страшны холода, гораздо опаснее для них остаться без пропитания, поэтому я тоже решил повесить свою кормушку. Теперь остается положить немного корма. В данном случае у нас это хлеб. Очень простое дело, а какая помощь природе. А это семья Назаренко. Они тоже мастерят яркие кормушки и размещают их на территории Александровского парка. Мы каждый год с наступлением холодов вместе с детьми приступаем к... Мы мастерим всегда кормушки своими руками, развешиваем, ходим в Таманский лес, вот рядышком у нас в дубовой роще. Ну потому что пичкам тяжело действительно, вот которые не перелетные остаются. Синичкин день с удовольствием отмечают и дети Татьяны. Деревянную кормушку они решили сделать еще красивее. Мы раскрашивали. Что скрашивали? Мы прилеплили. Почему синий? Потому что зима скоро. Чтобы помочь птицам пережить холодные зимы, можно не только строить кормушки, но также подкладывать хлеб и сырые семечки в уже имеющиеся. А также подкормливать бездомных собак и кошек. Ярослав Лапин и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Ну а если вам есть, что нам рассказать, то пишите в мессенджеры, ватсап и телеграм. По этому номеру присылайте фото, видео, описание и мы сделаем об этом репортаж. Ну а такой запомнится эта неделя. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok